Я енот по прозвищу Нафаня. Самый настоящий, но который не в лесу живёт, а карифанит с небольшой букмекерской конторой. Проще говоря, я по приколу, чтобы в тренде быть, а не иначе, на чемпионате по футболу предрекаю результаты матчей. Все мои сородичи-еноты, небольшого пропитания ради, в прачечных сидят, как идиоты, ну а я вангую в заосаде. Я живу спокойно, пьяно, сыто, кушаю печенье с пирожками, предо мной ставят два корыта с яркими какими-то флажками. На меня все смотрят в ожидании, следуя своей дурацкой моде. Люди – интересные создания. Я уверен, что во всей природе их глупее не найти вовеки. Вы бы только видели их лица. Ладно, наблюдайте, человеки, из какого я поем корыца. Ты чё ж безмозглые вы люди? Мне же всё равно, откуда кушать. Подойду-ка я вон к той посуде, где намокли яблоки и груши. Слышу крики. Надо ж, вот я влип-то. Получилось как-то некрасиво. Предсказал, что сборная Египта непременно победит Россию. Нужно из другой посуды тоже заточить и фрукты, и печенье. Думаю, что это им поможет не сойти с ума от огорчения. Но не я один такой, а даже утончённый, как букет мимозы, кот Ахилл, живущий в Эрмитаже, делает футбольные прогнозы. А ведь он, простите, между прочим, галерист, причём слепой, без глаза. И в футболе Петре-то не очень, только жизнь заставила, зараза. В Сочи, например, есть выдра Гагик. Доверяя вынести свой вотум, ей бросают с мячиками флаги, чтобы выдра выбрала кого-то. Бегемот по кличке Уси Ваткин тоже стать пытался прогнозистом. Но, как говорится, взятки гладки, с Усиным характером говнистым. А вот я рыбёшкой сердце грею, позабыв другие гонорары, предпочёл Германии, Корею, и теперь поеду на Канары.